привет еще раз всем в последних видео я рассказывал какие приложения можно сделать с помощью функции bluetooth в app inventory и небольшого количества китайских железяк ну arduino bluetooth там светодиодов релешек сейчас я расскажу что может получиться если использовать в app inventory не только функцию bluetooth но также функцию распознавания речи она доступна в app inventory работает нормально нужен интернет правда но как бы пользоваться можно работает стабильно итак покажу вам сначала приложение оно такое простое сделано только для демонстрации приложение также вот кнопка connect это кстати второй вариант который я вам показывал коннекта вот как раз в действии он в этой программе используем выбираем модуль сейчас загорится значит подключена вот есть две кнопки маленьких нажимаем на одну из них и и моргает вот этот светодиод то есть у нас сейчас передача информации идет со смартфона на bluetooth модуль и на светодиод теперь мы можем использовать функцию распознавания речи работает она так нажимаем на третью кнопку ниндзя так я лишнего немножко сказал нам сказать просто ниндзя ниндзя вот я сказал ниндзя загорелся светодиод так работает это приложение у нас на самом деле я рассказывал уже в прошлых видео что на свет можно не только светодиодом моргать но и отправлять команды на бытовую технику на все телевизоры приемники перед тем ресиверы 9 дешники то есть с помощью голоса на своем смартфоне вы можете управлять чем угодно вашем доме любой бытовой техникой ну дальше уж он ограничивает вас только ваш фантазия чем еще вы хотите управлять с помощью голоса в принципе не не какие слова говорить никаких ограничений нет ни на каком языке тоже ограничений нет сделать вы можете все что угодно используя в принципе только две функции ап инвентера это bluetooth и распознавание речи как вот это приложение сделать я если нужно покажу вкратце во второй части этого видео и также дам под видео ссылочку на несколько проектов на эту тему то есть ну многие люди интересуются голосовым распознаванием речи делают проекты на тем в частности в такой конфигурации там дмитрий осипов если наберете на youtube несколько видео интересных делал с распознаванием речи причем а вот здесь у меня распознавание речи онлайн то есть нужен интернет для распознавания слов он смог сделать это оффлайн это в принципе ну будет работать без интернета ну на этом основные моменты все что я хотел сказать а сейчас покажу это приложение на компе как сделать итак вот сама программка сделана она в первом оп-инвентере в бета-версии тут как я уже сказал всего две функции оп-инвентера bluetooth и спич рекогнайзер простой дизайн блок эдитор у меня почему-то сегодня не открывается поэтому я покажу просто скриншот этой программки вот эти два блока я уже вам показывал это просто соединением bluetooth с bluetooth модулем это очень простой три кнопки одна кнопка отсылает цифру 1 на ардуино другая цифру 0 на ардуино соответственно скетч который при и принятие цифры 1 делает одну какую-то вещь при принятии цифры 0 другую какую-то вещь также вот этот вот это действие продублировано можно с помощью голоса чтобы голосом отправить единичку или ноль вы должны нажать на кнопку вот этот тогда включается спич рекогнайзер спич рекогнайзер выглядит вот так при результат распознавании когда ниндзя слово по-русски вы прям забиваете то которое вам нужно а потом bluetooth отправляет один и bluetooth отправляет ноль программа элементарная все работает быстро надежно почему-то только эмулятора не запускается у меня блок эдитер точнее ну это все что я хотел сказать о функции bluetooth и функции спич рекогнайзера в аппинвентаре далее вы можете сами любые приложения придумывать на эту тему если какие то вопросы то пишите если что то придумано или предложение есть по поводу что то сделать тоже пишите в комментариях к этому видео на этом все спасибо за внимание всем пока